Впечатление потрясающее, парень замечательный, с кем, по крайней мере, я играл, его зовут или зовут, но я уже играл на литов, играл в литов, играл в литов, я его помню два года назад, как раз мне играл в литов, но очень хорошо, правда. Я выхожу в лес, с места выхожу на FAIRWAY, с FAIRWAY кладем на Green и джеки, 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 джеки и джеки. В России человек клуба Вакалалар и високный городском, бюджет, по-своему, в Тилеево, то есть про Кузьмин мне очень нравится, сколько он будет. Ну и лучшее поле в джеки и джеки. Я желаю пройти как, прежде всего пройти как показать свою хорошую игру и продержаться 4 дня хорошим результатом. Сегодня была замечательная игра, у нас был очень хороший слайд, все были наполнены вдохновением, показали очень хороший результат, мы были все очень довольны. Было очень любопытно смотреть на то, как играет профессионал на уровне мигратора, потому что это, конечно, никак не сравнится с нашими профессионалами. Понятно, что мы не можем повторить, как делают они, и не всегда профессионал понимает, что делаем мы, но получилось очень интересно. Когда из белька, со 180 метров, они снически попадают во флаг и отскакивают. Да, он отскакивает, отскакивает, отскакивает. Человек абсолютно четко идет туда, куда он. Мэтью, Миша, Миша. Для него это был абсолютно яркий тренировок смал, он пробовал, смотрел по всех сторон, он мне описывал, написал. Сегодня, когда не видится, мне его не рассказать. Хочется, чтобы наши фото прослали. За всех. Это шикарно, когда он начал делать。 Когда он стал делать самый лучший удар, он тоже понял, что не надо напрягаться, расслабиться. Даже на парк 5 не мог, и третьем ему дали мигрина. Хороший парень из Дании, хороший чайник был, что помог нам, в том числе, надо сказать очень положительное, позитивное спасибо кое-клубу, который способен к сентябрю, а еще кое-клубе, я в таком хорошем состоянии кое-клубе никогда еще не видел. Был очень жарко на самом деле, непривычно для Москвы, но профессионал попался очень приятный, мы весь раунд общались, и он много чего интересного мне рассказал. И поделился своим опытом, что было замечательно, про их жизнь на три тура, как у них все устроено, как ему даже немного, может быть, надоело играть, но приходится, потому что это его работа все-таки. Ну так, он немножко мне показал европейский тур с другой стороны, вроде со стороны все так красиво, пафосно, по сути все очень так, и на всем стараются экономить, жить подешевле, путешествовать подешевле, и что это, несмотря на всю красоту спорта, это очень тяжелая работа, и иногда хочется уже от нее отдохнуть. Удачи, конечно, и чтобы они не нервничали, потому что они, безусловно, могут все хорошо сыграть, и они это сами знают, и мы это все знаем, просто им не нужно нервничать, им нужно играть в свою хорошую игру, они это умеют. Просто в восторге, я вообще от игры в восторге, а с профессиональной тем более. Они играют просто волшебно, наш просто был Сорен Хансен, он был, я не знаю, волшебником, если так можно назвать, чудодием, тародеем. Он сделал игл с большого расстояния, правда, искал и мяч, и не видел. Семнадцать очень сложная лунка, причем он вторым был, ну, не под грином даже. Я думаю, что он метров восемь сбил, и забил удар, прям вот флаг, и он не выскочил. Они, наверное, закручивают туда, чтобы он туда и не выскочил, потому что, мне кажется, если бы у меня попал, он бы выскочил и улетел. Он мне один раз так подсказал, причем я выбила из песка, метров, наверное, мне кажется, девять-десять. И в итоге я уже поняла, что у меня последний удар, он говорит, бей вот на ту палочку. Я говорю, ну, ладно, ну, я уже ударила так и забила. Это впервые, когда я послушала спросить. Нет, я даже наслушаю, либо наоборот, либо я жалею, что я не так ударила, либо я жалею, что послушала. Ну, всякое бывает. То есть ты, когда ты играешь в гольф, кажется, что, ну, хочется, чтобы мозг работал. Когда работает, ты понимаешь, что все от тебя зависит. А когда тебе подсказывают, ты уже начинаешь искать виноватого, или наоборот, там, когда действительно тебе помогает. Но при этом твоя, твое умение не задействовано. Ой, я не знаю, я сегодня очень хорошо играла. Ну, что-то я, да, запарывала, я просто не доигрывала. Я понимаю, что я там в воде или еще где-то, ну. А так я сегодня там семь паров, наверное, сделала. Бедя, вот такой на первый. Вот такой. Первый раз в жизни. Чтобы мне бедя и пришел, и ничего делать не надо. Мне все время страшно, когда берешь паттер, думаешь, ох, еще работать. Пожелаю на уровне быть хотя бы, потому что там очень тяжело. Хотя бы уровень достигнуть.